Компиляция из 13 обсервационных исследований потребления сои и риска рака простаты показала, что соевые продукты эффективны в защите от него. Обсервационные исследования, в отличие от интервенционных, следят за тем, что люди едят, не вмешиваются и не пытаются изменить их диету. Итак, у мужчин, которые ели больше соевых продуктов, реже был рак предстательной железы. Но проблема с обсервационными исследованиями состоит в том, что они могут иметь спутывающие факторы. Может быть, у людей, которые едят сою, есть другие здоровые привычки, такие как употребление большого количества фруктов и овощей, и, может быть, поэтому у них меньше рака. Большинство исследований пытались контролировать другие факторы образа жизни. Но нельзя контролировать все. Большинство исследований проводилось в Азии. Так, может быть, потребление тофу – это просто признак предпочтения более традиционной диеты. Возможно, у тех, кто не любит тофу, больше рака, потому что они отказались от своей традиционной диеты. Если бы было только западное население, которое ело бы много сои, чтобы мы могли посмотреть на него. Существуют адвентисты седьмого дня. В 70-е годы более 12 тысяч адвентистов были опрошены об использовании соевого молока. И затем они наблюдались в течение 16 лет, чтобы узнать, кто заболел раком, а кто нет. Действительно ли соевое молоко уменьшает риск рака простаты? Частое потребление соевого молока было связано с колоссальным сокращением на 70% риска рака простаты. Также в многонациональном исследовании, которое включало несколько групп, в Латинской Америке потребление сои оказалось полезным. Клетки простаты несут рецепторы эстрогенов бета-типа, которые подавляют опухоли, своего рода превратник, препятствующий вторжению, распространению и предотвращающий превращение клеток простаты в раковые. И это те рецепторы, на которые нацелены фитоэкстрогены в сои, как генистенин, который ингибирует инвазию клеток рака простаты и распространяется в чашке Петри в той степени, которую можно достичь, употребляя соевые продукты. Предупреждение метастаз критично, поскольку смерть от рака простаты вызвана не первоначальной опухолью, а его распространением по всему телу, что также объясняет рекомендации для мужчин с раком простаты потреблять соевые продукты. Погодите секундочку, считаете ли вы, что удивительные результаты, полученные Дином Орнишем и его коллегами, обращение рака простаты с помощью растительной диеты и программы по изменению образа жизни, были получены благодаря сои? Это была не просто строгая вегетарианская диета, а диета вегетарианца, дополненная ежедневной порцией тофу и порошка изолята соевого белка. Были исследования, показывающие, что у мужчин, которым давали порошки соевого белка, развивалось меньше рака предстательной железы, чем у контрольной группы. Но что получала контрольная группа? Порошок молочного белка. Те, кто попал в молочную группу, получили в 6 раз больше рака простаты. Но что это? Благотворительное влияние сои или вредное воздействие молочных продуктов? Молочные продукты не только связаны с раком простаты, но также и смертью от рака простаты. Мужчины с диагнозом рак простаты, которые ели больше молочных продуктов, как правило, умирали раньше. Потребление молочных продуктов, как с низким, так и с высоким содержанием жира, было связано с повышенным риском летального исхода. Лучшее исследование, которое у нас есть о действии порошка соевого белка на больных раком простаты, не нашел никакого значительного преимущества, как и серия исследований соевых фитоэстрогенных пищевых добавок. Возможно, потому что использовались изолированные соевые компоненты, а не цельная соевая пища. Цельная еда может быть более эффективной. Однако трудно проводить контролируемые исследования с цельными продуктами. Можно сделать фальшивые таблетки. Но как сделать тофу-плацебо? Эта креативная группа австралийских исследователей использовала специально приготовленный хлеб, содержащий сою, и обычный хлеб в качестве плацебо. Хлеб давали мужчинам с раком простаты, ожидающим операций. И примерно через три недели увидели значительную разницу. Первичное исследование показало, что диета, включающая цельную соевую пищу, может благоприятно повлиять на маркеры рака предстательной железы. Но нельзя пойти и купить соевый хлеб. Это исследование было немного более практичным. 20 мужчин с раком простаты, которые лечились излучением или хирургическим вмешательством, просто пили 3 стакана обычного соевого молока в день. Вот что было с уровнями ПСА у каждого из 20 пациентов, прежде чем они начали пить соевое молоко. Они все поднимались, указывая на рецидив или развивающийся метастатический рак. Вот что случилось в течение года на соевом молоке. Синие линии, где соевое молоко оказало положительный эффект – замедление или обращение развития рака. Красные линии представляют тех, кому стало еще хуже за этот период. И черные линии – те, у кого не было никаких изменений. Так, из 20 – 6 поправилось, двоим стало хуже. Остальные 12 остались без изменения. Таким образом, они заключают, что соевая пища может помочь некоторым пациентам. На основании всех этих исследований результаты Орниша были, вероятно, больше, чем просто соя. Аналогично, низкая распространенность рака простаты в Азии, вероятно, больше, чем просто соя, поскольку самые низкие показатели встречаются также и в некоторых частях Африки. И я не думаю, что в Африке едят много тофу. Действительно, в многонациональном исследовании другие виды бобов, кроме сои, также оказались полноценными для латиноамериканцев и все группы при самых агрессивных формах рака. Итак, защита, связанная с растительными диетами, может быть связана с употреблением разнообразных полезных продуктов.